Она с детства знала, что будет врачом и все это время шла к исполнению мечты. На последних курсах Волгоградского медицинского института точно решила, что никогда не станет онкологом. Однако сегодня Инна Зарипова заведует Центром здоровья женщин Ульяновского онкодиспансера. Кто-то это спишет на судьбу или волю случая. Сама врач считает, на это повлияли переезд нашей края, сложные 90-е, а также муж и свекор-онкологи. Это на самом деле мечта. У кого-то она сбывается, у кого-то она не сбывается. Вот у меня эта мечта сбылась. И не знаю, что могло повлиять в детстве именно на ребенка, когда он желает лечить и помогать пациентам. Это, наверное, какая-то черта характера, но я думаю, что здесь, наверное, многое зависит еще от семьи, от воспитания, от окружающих. За 30 лет работы в медицине Инна Зарипова видела всякое. Но врач-онколог пытается помочь каждой женщине. Умело совмещает и руководящую должность, и прием пациентов. Я к профессии отношусь к своей как к служению. Это такое же служение, как и священники, как и военные. Правильно, каждый делает свою работу, но эта работа именно профессиональная. Не так-то пришел и ушел, а именно служить людям, стране. И слово практически рак, я вообще его не упоминаю. То есть, знаете, стараемся находить те слова, которые более мягко воспринимались. За свое многолетнее служение и добрые слова в начале апреля доктор получила звание заслуженный врач Российской Федерации. Сама Инна Зарипова считает, новый статус – это не личная заслуга, а коллективный труд. По ее словам, регалиями она обязана своим наставникам и всему коллективу центра. С некоторыми сотрудниками заведующая работает с самого основания медслужбы. Центр здоровья женщин при диспансере открылся 25 лет назад. Я бы сказала, что это коллективное такое звание, призвание нас, работы нашего коллектива, очень хорошего моего коллектива. И, наверное, можно сказать, что эта заслуга не моя даже, а моих учителей, которые поработали надо мной. А надо мной работали и вуз работал, и муж работал, и отец мужа моего работал, и мои коллеги здесь старшие. Я такой собранный, наверное, персонаж, над которым многие очень поработали. Ну и вот такой вот получилось. Сейчас под присмотром в центре находится более 12 тысяч пациенток. В день здесь принимают порядка 150 женщин. И если сначала открытие центра диагноз ставили 170 пациенткам в год, то спустя много лет количество тех, кто нуждается в помощи, возросло до 600. Увеличение цифры прежде всего связано с улучшением качества первичной диагностики. Каждый случай, он индивидуален. Это судьба каждого пациента. И у каждого она своя. И страдания, отношения к боли у всех по-разному. И есть те, которые понимают, что это неизбежно, берут себя в руки и приступают к лечению. Мы помогаем. Это сильные личности. Но даже некоторые сильные личности, они тоже не могут легко перенести. Инна Зарипова признается, сложнее всего она, как врач, переживает те случаи, когда пациентка один на один остается с болезнью. Часто в центре сталкиваются с тем, что от женщины из-за диагноза отворачиваются самые близкие люди. Со слезами просят о том, что муж сказал, будешь лысая, я там, допустим, потеряешь волосы, я от тебя уйду. Я преклоняюсь перед теми семьями, когда вся семья помогает. Понимаете, это можно сказать, беда приходит не только к женщинам, она приходит в семью правильно и всегда легче побороть это. А когда один на один и отворачивается, то я всегда говорю, с предателями надо прощаться. Иногда специалистам самим нужна психологическая помощь, полуиронично заявляет врач-онколог. Для Инны Зариповой место сила, ее дом и семья. Муж и одновременно коллега всегда поддержит. От проблемы работы отвлечет и любимая собачка. Рената Алиулова, Данил Сурков, Уллправда ТВ.